так друзья всем привет рад всех вас видеть давненько мы не проводили вебинары сегодня у нас с вами будет первая презентация нового маркетинга который называется тик так название придумал естественно илья это его такая стезя все названия обычно ему приходит из откуда-то вселенной каких-то потоков и в общем ему было созвучно с этим маркетингом тик так почему наверное вы поймете когда его увидите маркетинг очень быстрый маркетинг очень интересный прежде чем я перейду к самой презентации хотел бы поздравить всех участников профит бокс с тем что компании ровно год сегодня сегодня ровно год нашей компании мы большие молодцы нас очень много честно говоря статистику не подготовили по количеству людей по количеству миллионеров но я думаю что вы и так сами видите это все в чатах в чатах с поздравлениями в чатах с чеками сколько у нас людей зарабатывает сколько двигается и так ребят всех поздравляю с нашим первым годом давайте перейдем к презентации немного расскажу вообще вкратце про этот маркетинг маркетинг старались сделать таким чтобы он был очень быстрым у нас самый популярный маркетинг это бумбокс я думаю ни для кого это не секрет он самый быстрый самый скажем так такой драйвовый и мы хотели сделать что-нибудь что будет еще быстрее что будет еще более денежным что будет еще скоростнее что будет динамичнее что будет еще проще поэтому маркетинг полностью бинарный то есть там всего два места отсюда и тик так в профит боксе у нас такого еще не было то есть это не то чтобы прямо ноу-хау в мире матриц но скажем так это такое нововведение именно в плане маркетингов профит бокс и так давайте полистаем слайды слайды вы уже сегодня после презентации получите то есть он будет в чате в общем доступе вы можете с ним более там детально ознакомиться все увидеть все понять все посмотреть уже разослать по своим структурам по своим командным чатам тик так это короткие столы автоматические переходы непрерывные движения то есть это в принципе то что было в бумбоксе короткие столы и автоматические переходы так у нас есть зеленый синий красный у нас все площадки разбиты на три уровня в тик таки в принципе изменений в этом плане нет есть три уровня первый уровень желтый желтый уровень бинарный в отличие от бумбокса в первом столе у нас нет и место а два это очень сильно увеличит скорость движения вы это почувствуете я в этом уверен я в этом не сомневаюсь скорость движения будет значительно выше чем в бумбоксе за счет того что тренарных столов нет есть только бинарные столы итак вход в первый уровень стоит одну тысячу первый стол полностью накопительный то есть мы зашли два человека встало под нас так как у нас все столы наполняются автоматически то есть здесь нет ручной расстановки как у нас то было в профит боксе как у нас в топ боксе здесь все наполняется автоматически поэтому вполне можно ожидать переливы от кураторов от админов от вышестоящих вполне можно ожидать перемешивание структур поскольку идет автоматическое наполнение те кто работает в бумбоксе те знают что такое автоматическая расстановка я думаю что вопросов по этому поводу здесь нет со второго стола у нас идет с первого же места то есть как только вам во втором столе встал первый человек в плечо вы получаете тысячу обратно то есть вы уже вышли в без убыток для нас очень важно чтобы человек который заходил и пробовал себя в чем-то новом сразу же выходил без убыток максимально быстро с первого стола в таком виде маркетинга это сделать невозможно но со второго уже да я знаю что многие люди которые многие админы скажем так которые приходят именно к бинарным маркетингом выводят людей в без убыток только с третьего четвертого стола мы стараемся сделать это максимально быстро для того чтобы человек чувствовал себя опять же максимально комфортно то есть он уже ничем не рискует он идет только к заработку во втором столе у нас копится 3000 на переход следующий третий стол третий стол у нас также накопительный то есть здесь у нас первые два места закрылись человек переходит следующий стол накопив 6000 на переход четвертый стол у нас с выплатой в четвертом столе человек получает еще 2000 то есть он уже вышел в плюс сделав грубо говоря 200 процентов прибыли от своего входа то есть внес человек тысячу к моменту четвертого стола к закрытию он получает уже 3000 то есть 1000 вернул свои 2000 человек уже заработал я считаю что в принципе достаточно неплохо 10 тысяч копится на переход в пятый стол пятый стол у нас также накопительный и мы приходим к шестому столу вот здесь то что будет в новинку это что мы не делали раньше в профит боксе первое три клона летят в первый стол самый первый стол желтого уровня который стоит тысячу туда летит три клона три клона расставляются автоматически то есть они наполняют вашу структуру сверху вниз слева направо выбирая самые слабые места то есть в теории три клона могут закрыть троих человек либо они могут закрыть одного полностью и наполовину закрыть второго человека соответственно этот человек переходит во второй стол также создаются цепочки также будут лотошки все что вы любите при бинарном столе цепочек должно появляться очень много именно для этого для того чтобы было большое количество цепочек опять же количество клонов в первый стол сделали нечетным то есть если было бы четное у нас было бы полностью закрытие двух человек два человека бы перешло в во второй стол полностью бы закрыли кого-то и один человек бы только перешел в третий стол тогда цепочка начиналась бы только с третьего стола а третий стол у нас стоит 3000 соответственно для того чтобы вам было более выгодно экономически сделали нечетное количество клонов для того чтобы переходов и цепочек было больше чем если бы было большее количество клонов опять же хочу напомнить что клон который у вас появится в первом столе это абсолютный аналог вашего основного места который будет точно также приносить клоны точно также будет давать прибыль то есть когда ваши три клона перейдут и закроются во втором столе вы также с каждого из этих клонов получите по одной тысячи в четвертом столе вы также с этого клона с каждого из клонов получите по две тысячи и так далее и также после закрытия первого места человек получает один клон в топ бокс в изумруд во второй стол не в первый стол сразу во второй объясню почему исходя из опыта три клона которые появляются в первом столе они встают треугольником то есть представим что сейчас что у вас пришел новый партнер в тик так которого еще нет в топ боксе его вообще нет вашей структуре он вот зарегистрировался и первый маркетинг который он пришел это тик так и вот у него появляется три клона в топ боксе и он встает звеном тремя местами соответственно для того чтобы его закрыть под него нужно будет как минимум четыре человека поставить и плюс еще чтобы его следующие два места закрыть еще восемь то есть нужно 12 человек чтобы его треугольник перешел во второй стол то есть для лидера для куратора это достаточно большой объем работы при этом поможет ли сильно его три клона при том что они встанут звеном я думаю нет то есть он не даст какого-то закрытия этими тремя клонами он просто кому-то закроет одно плечо что в принципе не так уж и плохо но намного больше пользы этот человек принесет одним местом во второй стол во первых он будет ближе к результату там всего три стола он будет находиться уже во втором столе во вторых куратору будет поще работать поскольку он точечно может поставить его во второй стол туда куда считает нужным для его закрытия нужно будет уже проделывать намного меньше работы и плюс за эту работу так как у нас очень хорошие кураторские вознаграждения именно в топ боксе куратор будет получать очень хорошее вознаграждение то есть даже если вы пригласили в тик так пассивного партнера пассивный это человек который не будет активно работать не будет активно приглашать свою структуру не будет собирать тысячную команду но вот он у вас пришел на пассив он закрылся получил клона в топ бокс и куратору он принес пользу этим и себе на перспективе тоже поскольку в топ боксе очень даже неплохие выплаты со второго места у нас идет вывод 220 тысяч человек получает на свой счет 9000 получает его куратор то есть тот человек который пригласил его в эту площадку и также очень важный момент у нас с 6 стола 5000 уходит на переход в следующий уровень то есть то чего не было у нас в профит боксе в бомбоксе в топ боксе перехода из уровень в уровень не было ни в одном маркетинге и мы решили это внедрить я сейчас объясню для чего очень большая проблема у многих лидеров у многих людей заключается в том что человек пришел например в бумбокс занял свою позицию там за 500 рублей занял место закрылся ушел на реинвест и крутится то есть в принципе он крутится в одной площадке не желая двигаться дальше и таким образом получается что если вся команда ушла на второй уровень то есть прокупили там места то человеку для того чтобы оказаться тоже на уровень выше ему нужно потратить часть заработанных средств и как правило у человека возникает вопрос а заработаю ли я там потому что моя команда не хочет идти на более дорогие позиции а нужно ли мне это прямо сейчас то есть я вот получил например там 20000 и мне из них нужно выделить 5000 на то чтобы купить новое место в новой площадке то есть у меня останется 15 что лучше купить там например новый телефон съездить за продуктами там сходить там сводить жену в ресторан либо купить место которое не знаю принесет мне потом впоследствии до какой-то доход или нет здесь же автоматический переход осуществляется и преимущество его заключается в том что он происходит автоматически у всех у каждого человека который принимает участие в этом маркетинге происходит автоматический переход в следующий уровень то есть теперь человек у которого даже небольшая команда он будет понимать что все мои личники перейдут вслед за мной неважно сколько их точно так же человек будет понимать что даже если я пришел на полный пассив я перейду я внес тысячи человек то есть если у человека я не просто я заработал пока я проходил эти уровни уже 23000 я получил клон в топ бокс я получил новый клон в новой площадке в новом уровне и там я буду зарабатывать снова то есть там у меня снова есть вероятность получения переливов от моего куратора от куратора моего куратора там я смогу получить клоны потому что в том уровне тоже есть клон давайте перейдем к нему следующий уровень у нас называется green box у нас здесь в принципе дублируется то есть здесь не будет какого-то ноу-хау первый стол стоимостью 5000 первый стол точно так же накопительный опять же напоминаю что купить можно будет сразу и первый стол и второй уровень третий уровень то есть можно будет покупать как вы пожелаете но давайте просто рассматривать ситуацию что человек зашел на тысяч вот он зашел заработал уже 23000 плюс он перешел автоматически в green box и здесь он получает еще еще один клон который стоит 5000 первый стол он закрывает переходит во второй стол во втором столе он получает еще 5000 то есть это уже 28 плюс переход на следующий уровень следующий уровень стоимостью 15000 он тоже накопительный стол и мы переходим к четвертому четвертый стол у нас выплатной здесь 10000 на выплату то есть человек уже 38000 заработал при входе в 1000 также он переходит в пятый стол который идет накопительный и в шестом столе у нас опять самая интересная вкусняшка здесь у нас еще пять клонов летит в в первый стол в самый первый за 5000 с первого человека с первого места занятого вы получаете один клон в топ-бокс в изумруд во второй стол и еще один клон в топ-бокс в рубин во второй стол пять клонов в первый пять клонов в первый стол в первый уровень на первый уровень в желтый со второго вы получаете три клона уже в первый стол грина то есть вот в этот уровень получаете 100 тысяч на вывод то есть мы уже человек со 100 но с 1000 заработал 138 тысяч то есть 100 тысяч плюсом получается на вывод и куратор зарабатывает 37000 плюс переход в следующий уровень стоимостью 25 тысяч опять же возвращаемся к лоном в топ-бокс обратите внимание на то что клоны летят не в первый стол а во второй стол и теперь просто подумайте вот у нас на старте бумбокса около 20000 мест было продано на предстарте в бумбокс представьте сколько клонов полетит во второй стол топ-бокса во второй стол изумруда и во второй стол рубина какое движение начнется именно в топ-боксе а если вы забыли я вам напомню в топ-боксе реферальные выплаты идут на 5 линий то есть выплату получает не только куратор но и 5 линий наверх то есть тот человек который пригласил вас тот человек который пригласил вашего куратора и так далее на 5 линий поэтому я уверен что тик-так будет очень мощным подспорьем именно для топ-бокса в том числе пять клонов в первый стол в площадку yellow дает опять же очень хорошее движение то есть два с половиной человека переходит у нас во второй стол при удачном стечении обстоятельств может перейти до пяти человек давайте средний возьмем четыре человека четыре человека переходят нас во второй уровень два человека переходят в третий уровень 1 человек переходит в 4 если повезет он кого-то закроет этот перейдет в 5 опять же эти пять клонов они помимо того что дают выплаты помимо того что они дают движение людям они еще и создают цепочки вы должны понимать что в этом маркетинге цепочка будет идти не от первого до шестого стола а цепочка может быть от первого до 12 ну то есть если рассматривать green как продолжение то можно сказать что это не первый стол green а седьмой стол и это будет замкнута в одну цепочку то есть у человека будет выстраивать цепочка не до 6 стола до 12 фактически то есть расставив один клон можно выстроить цепочку закрытий и за 1000 рублей человек может раздать структуре 138 тысяч при этом дать клоны клоны в обе площадки клоны в топ-бокс клоны в тик-так и кураторские вознаграждения и так переходим к следующему столу это у нас оранжевый оранжевый уровень стоимостью в 25 тысяч первый стол также накопительный дает переход во второй стол второй стол с первого места полностью компенсация вашего входа в оранж если вы его покупали если вы его не покупали то это в принципе ваш доход если вы перешли сюда из green 25 тысяч мы получаем сразу же на вывод 75 тысяч идет на переход в третий стол третий стол у нас полностью накопительный четвертый стол дает выплату в два раза больше чем стоимость входа то есть также 200 процентов это 50 тысяч мы получаем на вывод и 250 тысяч у нас идет на переход пятый стол точно также накопительный 500 тысяч на переход естественно шестой стол самый интересный самый вкусный 7 клонов летит в yellow в первый уровень пять клонов летит в green стоимостью в пять тысяч пять клонов и три клона летит в оранж в первый стол уровня orange стоимостью в 25000 также у нас появляется один клон в топ бокс во второй стол первого уровня в изумруд один клон во второй стол в рубин один клон в бриллиант также во второй стол то есть я напоминаю что опять же выплаты на пять линий в топ боксе плюс очень хорошее вознаграждение во втором столе опечатка до илья подгрузил не тот слайд мы вам пришлем исправлены извините это ну косяк на переход написано да но фактически это на выплату мы перешли вам уже исправлены и в вывод у нас 600 тысяч и куратор получает 200 тысяч то есть почему 200 тысяч куратору здесь чтобы довести человека до 6 стола оранжевого уровня ну нужно проделать очень большую работу ну согласитесь все таки это в общей сложности если мы толкаем человека с первого стола ну я не говорю толкаем до что это прям человек который пришел ничего не делает но мы все равно это это кураторская работа это проведение презентации это проведение каких-то голосовых созвонов это проведение зумов многие команды проводят большое количество встреч в зумах и так далее видеоконференции проводят многие команды вообще расставляются в зуме то есть у них регулярные там ежедневные встречи часовые и люди прямо работают очень сильно работают на тем чтобы люди качественно двигались поэтому за то что люди проделывают эту работу я думаю что вы согласитесь нужно получать хорошее вознаграждение иначе у них но не будет мотивации работать если он будет просто вот делать это все бесплатно то ему это будет не интересно опять же повторюсь что очень многие лидеры проводят бешеную работу они проводят презентации для чего то есть например человек пригласил меня я не умею приглашать я не знаю что делать как правильно рассказать маркетинг и вот лидеры собираются и например каждую среду проводят для всех новичков презентацию то есть то что например делаю сейчас я для вас они делают для своей команды то есть все их личники собирают в одно время своих новичков и вот лидер сидит и рассказывает как именно можно здесь зарабатывать это делается еженедельно то есть грубо говоря они занимаются рекрутингом за многих людей поэтому вознаграждение кураторские должны быть очень щедрыми давайте разберемся здесь много вопросов расстановка расстановка автоматическая что это значит что у вас человек перешел из одного стола в другой вы не лезете его расставлять система расставит его автоматически сверху вниз слева направо первое свободное место клоны полученные по маркетингу точно также расставляются автоматически то есть как только произошло закрытие первого места в шестом столе все клоны которые выдаются по маркетингу расставляются автоматически то есть здесь нет такого что человек может решить сам кого он будет закрывать а кого не будет почему так потому что наверное это все таки с одной стороны справедливо с одной стороны может быть и нет но при этом мы делаем одни маркетинги управляемые чтобы человек мог полностью сам руками расставлять своих личников расставлять свои клоны полностью регулировать всю свою структуру и делаем маркетинге где это невозможно делать во первых это проще в работе во вторых это скажем так несколько успокаивает людей которые пришли в маркетинг на пассивный да а также есть возможность покупки точечно то есть вы можете купить себе клона точечно туда куда вы хотите это будет доступно уже после запуска для чего для того чтобы вы могли закрывать цепочки то есть если этой функции не будет то цепочку будет не закрыть ну один человек то есть начало цепочки может быть не в самом слабом месте соответственно когда вам нужно закрыть цепочку вы находите это место и точно покупаете туда клона таким образом у вас происходит каскад закрытий и каскад закрытий может дойти там с первого уровня до третьего уровня шестого стола тут уже дело случая дело фарта как как у вас будет разбиты скажем так эти цепочки но в любом случае те кто работают в том бомбоксе они знают что так что такое цепочка и как это здорово но при этом там цепочка всегда заканчивалась на шестом столе на последнем столе здесь цепочка может продлеваться на все уровне поэтому я думаю что в этом маркетинге цепочки будут вкуснее вот здесь вот четвертый стол как вы видите исправлен что здесь написано не на переход да это на вывод все это не на переход и последний у нас слайд это сколько человек получает за закрытие всех столов и уровней если человек зашел на первый уровень на первый стол за одну тысячу то по прохождению всех уровней он получает 813 тысяч на вывод также он получает 15 клонов в первый стол желтого уровня то есть еще 15 мест будут продолжать движение с первого стола опять же к верхам и тоже будут каждый клон также может принести 813 тысяч на вывод также может принести еще 15 клонов и так далее помимо 15 клонов в еллу человек также получает 8 клонов в грим первый стол и также он получает три клонов в оранж в оранжевый уровень кураторский бонус 246 тысяч то есть за то что я пригласил одного партнера который внес тысячу и который который дошел до последнего стола закрыл его я заработал 246 тысяч помимо этого мы получаем три клона во второй стол изумруда в топ-бокс получаем два клона во второй стол рубина топ-бокс и получаем один клон в бриллиантовый уровень второй стол один клон так давайте я почитаю вопросы также рандом так куратор получает выплаты независимо от того где он находится сам например куратор только на первом уровне партнер зашел на третий сам закрылся если человек находится в желтом уровне а его личник по оранжевом уровне то он не получает реферал как и во всех у нас случаях то есть если вы зашли если вы зашли в первый стол желтого уровня а ваш личник раньше вас закрылся в шестом желтого уровня то вы получаете рефералку если человек зашел в оранжевый уровень а вас нет в оранжевом уровне соответственно вы рефералку за него не получаете это нужно понимать жалко что нет клонов в нижних уровнях анна вы наверное имеете в виду на ранних столах но я хочу сказать вам что здесь же бинарные столы ну то есть вы должны понимать что если будут вы будут клоны например там с третьего стола то выплат будет меньше то есть но это очень сильно порежет если например забрать одну тысячу всего лишь с третьего стола то по итогу мы не досчитаемся 5000 в шестом столе и на выплату будет не 20000 а 15 но зато мы получили один клон как бы если есть такое желание покупайте клоны ну вы должны понимать что маркетинг в нем есть определенное количество денег их можно распределять на клоны на реферальные вознаграждения на выплаты если будет много клонов значит будет мало выплат если будет много выплат значит будет мало клонов ну мое мнение что в принципе это золотая середина с учетом того что у вас есть цепочки которые можно находить и которые будут очень даже доходными ну то есть к примеру если у вас просто появилась цепочка с первого стола до четвертого стола то при в том что человек вносит одну тысячу он получает три тысячи обратно если человек нашел цепочку до шестого стола он вносит тысячу и получает 23 тысячи обратно но это выгодно покупать клона закрывая цепочку потому что вы его сразу же монетизируете поэтому ну больше клонов я понимаю о чем вы говорите что хотелось бы чтобы было больше и было бы быстрее движения но тогда будет не так вкусно в конце а мы хотим чтобы все таки было ну скажем работа не ради движения ради заработка то есть можно очень быстро двигаться ну то есть можно раздать в последнем столе там 15 клонов но при этом человек пройдет 6 столов и заработает 5000 скажет стоило оно того или нет ну я надеюсь что вы поняли меня движение должно быть не ради того чтобы человек просто быстро двигался движение должно быть ради того чтобы человек двигался и зарабатывал чем больше мы отдаем какие-то клоны тем меньше на выходе человек получает сумму денег поэтому ну мне кажется это хорошая золотая середина опять же я напомню что с одной тысячи за прохождение одного уровня человек получает в 23 раза больше чем внес при этом он получает еще и клонов которые будут дублировать его движение так как старт будет происходить по кнопке или по линиям старт будет происходить по классике по линиям расстановка будет происходить с верхнего стола к нижнему то есть начинаем с orange 6 стола и погнали вниз расставляться будет по линиям первая линия админа 2 3 4 5 реферальные связи будут сохраняться как и во всех наших предыдущих стартах я думаю что вы к этому все уже давно привыкли и я думаю что всех это давно уже устраивает когда я захожу на новую площадку мой куратор нет так меня расстановит система если вы заходите без куратора здесь нет режима ожидания так как здесь все автоматическое нет билдапа система проверяет что куратора нет и сразу ставит вас под вашего вышестоящего куратора светлана когда старт мы запланировали старт на 14 марта 14 марта будет происходить расстановка предстарт начнется завтра завтрашнего дня можно будет осуществлять покупку мы планируем открыть предстартовую страницу для покупок уже к 13 00 покупка возможно любого стола на пред старте можно купить любой стол не только первый вы можете купить единственная у нас покупка обязательно желтого уровня жёлтый уровень первый стол за тысячу покупается обязательно и дальше любой какой хотите то есть можно купить первый и самый последний можно купить 1 3 можно купить первый и там в зеленом уровне, например, шестой. То есть, в принципе, в произвольной форме, как хотите, так и покупайте. Единственное условие покупка первого стола обязательно. Если у вас новичок, который еще не участвует в топ-боксе, получил по маркетингу клона, то по билдапу расставляете его вы. Вы расставляете первый его клон. Во второй стол. То есть, он появился у вас, он будет у вас висеть в сутки. У вас есть сутки для того, чтобы отреагировать и расставить его. Если вы этого не сделали, его расставит ваш вышестоящий куратор. Но у вас есть сутки. То есть, вы во-первых, увидите, что он закрылся, потому что вам пришли кураторские. Вы порадовались, все поняли, и вам пора идти в топ-бокс и расставлять клона. Если человек уже есть в топ-боксе, например, во втором столе, то тогда он сам расставляет свой клон. Если человек есть только в первом столе топ-бокса, и у него появился клон во втором столе топ-бокса, то его расставит куратор. Ребят, ну, в принципе, наверное, я рассказал все, что хотел. Побольше по стратегиям мы с вами еще поговорим. У нас еще будет ряд вебинаров. Еще Илья обязательно в четверг проведет вебинар. Мы еще проведем голосовые, видео, созвоны в Телеграме. Мы на связи. Если какие-то вопросы будут возникать, то можете их писать в чате. Мы всегда там все читаем, всегда реагируем. Анна, старт 14 марта. 14 марта запустится уже площадка, то есть произойдет расстановка. Покупка будет доступна завтра в 13.00 по московскому времени. Итак, ребят, большое вам спасибо за внимание. Очень рад был вас всех читать. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.